здравствуйте дорогие друзья продолжаем обзор нарезных охотничьих карабинов которые используют наши охотники на охоте тема сегодняшней программы карабин браунинг легендарный браунинг бар 2 бар 2 почему бар это аббревиатура браунинг automatic system отсюда и бар вот система реализована гениальным конструктором еще в 940 году при создании вот заменитого пулемета браунинга вот и настолько она удачная что до сих пор во многих странах мира пулемет браунинга стоит на вооружении в гражданской версии эта схема нашла вот непосредственно в охотничьих карабинах и в автоматических винтовках военных в район браунинг также реализована эта схема схема газоотводный механизм ствол у нас неподвижное вот в этом месте где-то приблизительно находится отверстие при движении пули по каналу ствола часть газов отводится на газовый двигатель который расположен вот здесь внутри цевья и соответственно газовый двигатель перезаряжает откатывает назад затвор сейчас мы это все увидим в крайнее положение подается стрельная гильза выбрасывается из магазина подается новый патрон такая же схема в общем-то применительно как и в гладкоствольных газоотводных полуавтоматах но единственное что браунинг впервые внедрил схему в нарезном оружии вот один из самых надежных один из самых надежных если не самый надежный автоматический карабин в мире это призвано охотниками всего мира все его используют в общем-то крайне редко когда можно наблюдать какую-то осечку задержку работает он большом температурном таком диапазоне наверное от плюс 30 до минус 30 до наверное и при наличии определенных смазок при минус 40 стрельнет недостатком конструкции недостатком конструкции но может быть является его сложность в разборке поскольку охотники эксплуатируют даже в инструкции в инструкции к этому браунингу существуют такие рекомендации что чистку надо производить но не чаще одного раза за сезон охоты разбирается он достаточно сложный механизм сложный как правило чистку производит вооружение мастерской но есть охотники которые чистку ствола мы производим естественно после каждой охоты и по возможности тех механизмов деталей затвора до которых мы можем добраться через окно через окошко откуда выбрасывать стрельные гильзы через окно магазина доступ к этим деталям которые требуют маски чистки ухода сейчас я в процессе покажу доступ достаточный а непосредственно газовый механизм если человек охотится интенсивно выезжает в год там 7-10 охот вот достаточно раз в год произвести процедуру вооружение мастерской на этом браунге мы видим установлен оптический прицел прицел у нас от Сваровски кронштейн апель пока мы сейчас снимем чтобы нам не мешался и внимательно посмотрим на карабин на все его узлы и агрегаты представленный образец у нас в калибре 300 винмаг 300 винчестер магнум на мой взгляд на мой взгляд на мой взгляд мой самый любимый калибр много мне приходилось стрелять вот на мой взгляд вот этот патрон в состоянии перекрыть все охоты которые у нас производятся в россии но некоторые говорят что тот патрон не снайперский летит плохо ну для тех дистанций на которые мы стреляем до 200 метров да я приходилось мне стрелять и на 300 метров этим патроном патрон замечательный обладает высоким восстанавливающим действием достаточно энергии калибр вспоминаю что 300 это у нас соответствует калибр 7,62 гильза гильза длина гильза здесь у нас 66 миллиметров для сравнения мы традиционно сравниваем с патроном от трехлинейной винтовки от винтовки Драгунова чтобы понять масштабность вот мы их поставим рядом посмотрим на них внимательно вот мы видим диаметр пули у нас одинаковый диаметр канала ствола у нас 7,62 но сразу бросается в глаза величина гильзы гильзы совершенно другой формы и естественно пороховой заряд здесь больше емкости ну и данный патрон позволяет использовать большую линейку пуль вот и можно стрелять как легкой пули как очень тяжелые как пули оболочка поле полуоболочка экспансивная но достаточное количество разнообразных боеприпасов выпускается в этом калибре ну давайте посмотрим что же он из себя представляет ну вот это один одна из первых моделей на базе бар изготовляется большое количество вот мы имеем с вами здесь что карабин достаточно тяжелый стальная стальная коробка стальной но самый вот самый прочный вот эти вот самые такие долговечные ну практически вечный карабин коробка изготовлена из стали вот ствол запрессован на горячую вот следующее в этой серии пошли уже на карабинах использовалась коробка из легких сплавов вот очень популярная модель бар два прямо коробка облегченная соответственно вес его вес слегка сплавной коробка будет существенно ниже потому что когда мы добавляем еще вес оптического прицела который достаточно тяжелый и общий вес оружия получается тяжелый конечно стрельба на скидку уже несколько затруднительно вот так же они отличаются по оформлению по оформлению самая-самая такая простая рабочая версия видно что карабин походил на ходу находится в руках нормального охотника охотился этот карабин с ним охотился сибири вот видно как вот мы как-то каких-то темах затрагивали вот эти вот антабки вот здесь нормальный охотничий быстросъемные антабки но тем не менее владелец еще вот тут правда не изоляционная лента а лента который используется для камуфлирования оружия такая камуфлярная лента которая нам наматывается на ствол на приклад на ложат он тоже заботливо антабки обмотал чтобы исключить всяческое воздействие ну как работает этот магазин карабин о емкости магазина магазин здесь рассчитан на 4 патрона 5 мы можем разместить в стволе магазин здесь неотъемный неотъемные вот здесь есть внизу клавиша под спусковой скорбой при нажатии на эту клавишу магазин у нас откидывается и это позволяет заряжать карабин также магазин можно снять но снимается крайне удобно нужно нажать на переднюю стенку снимется не магазин а непосредственно этот короб магазина вот это основание она по принципу как вот воскресе она уже является неотъемным все владельцы обычно заряжают его не отстегивая потому что на охоте его тоже достаточно проблематично поставить когда мороз патроны магазин двухрядный патроны размещается в шахматном порядке вот как мы видим они емкость магазина составляет у нас 4 патрона вот магазин у нас магазин снарядили для производства выстрела закрываем крышку и отводим затвор в крайнее положение в студии мы этого делать не будем загонять патрон в патронник дабы избежать разряжается он точно так же можно разрядить его досылая патроны в патронник и передергивая а можно его также открыть и по одному извлечь спокойно все патроны патроны из магазина извлекли соответственно для производства первого выстрела оттягивается назад затворная рама патрон оказывается патронник но поскольку магазин разряжен естественно в таком положении затвор у нас встанет на затворную задержку ну опять же есть такая возможность если у нас кончились патроны не хватает нам одного единственного выстрела вот окно достаточно большое можно бросить патрон на лоток и нажав соответствующий рычаг дослать затвор в переднее положение произвести еще один выстрел но как правило 5 патрон всегда хватает время на перезарядку на шестой не остается прицельные приспособления ну наверное сейчас это уже смотрится ретро вот используют сейчас и планка батю и в общем то многие вообще сторонники стрелять только с оптикой вот на данном карабине у нас установлен кронштейн фирмы апель тоже на мой взгляд один из самых таких удачных кронштейнов ну к недостаткам или можно отнести наверно его высокую стоимость но это того стоит то есть даже заявлено фирмой производителем что стойкость этого кронштейна проводится операция снять поставить то выдерживает он до миллиона вот этих вот процедур и при этом при этом точка не сбивается вот нами проверено практически вы 90 процентов наверное членов нашего клуба используют апельский кронштейн вот и действительно при стрельбе после снятия и повторной постановки пуля пролетает то же самое место вот как он работает ведь он для того чтобы установить этот прицел достаточно поставить завести вот первую ногу и просто движение и все для того чтобы снять существует рычаг фиксирующий поднимаем вверх двигаем вперед и в этом положении прицел снимается то есть не нужно ни никаких не винтов если 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 это должно пройти очень много времени чтобы потребовалось подтянуть сделать его чуть потуже существует масса здесь регулировок всевозможных которые позволяют и усилия вот ну помимо того регулировать их влево вправо под конкретный карабин и плюс вот это вот усилие вот ну скажем защелкивание тоже оно позволяет нам его менять и также вот на непосредственно вот здесь тут тоже предусмотрены дополнительные регулировки это так называемые грубые такие подстройки с помощью которых мы установили совместили оси канала ствола с осью с оптической осью прицела все остальное дальше соответственно регулируется уже маховиками сняв оптический прицел мы вот видим подушки кронштейнов которые установлены на стольную коробку они достаточно низкие совершенно не перекрывает прицельную планку что позволяет вести стрельбу с открытыми прицельными приспособлениями а как снимается оптический прицел быстро мы это с вами уже видели это очень важно на охоте если допустим на облавной охоте человека поставили на какой-то крайний номер он стоит на краю поля загон прошел впустую вот при следующей расстановке он попадает где стрельба ведется на дистанцию там 30 40 а может быть приходится стрелять на коротке из 15 метров просто одним движением он снимает прицел в чехол его убирает и стоит уже на номере уверенно себя чувствует вот ну прицельные приспособления видно что здесь есть регулировка как вверх вниз так и влево вправо то есть мы производим пристрел куток карабин мушка у нас в данный момент неподвижная то есть все регулировки осуществляются на прицельной планке вот ну как правило карабины идут заводы изготовителя они уже застреленные остается только чуть-чуть подвести то есть сложности не возникают никаких с помощью отвертки и нехитрых манипуляций каждый охотник в состоянии пристрелять этот карабин под себя под себя но об использовании этого карабина на охоте но как я сказал славится на своей безотказностью был я свидетелем многочисленных выстрелов по разным объектам это и кабан и олень и на моих глазах из таких вот браунингов добывался косуля вот и даже мы были как-то один раз на охоте вот именно из этого карабина был добыт тибетский яг причем пуля попала в позвоночник животное очень крепкое на рану непосредственно из этого карабина вот перебила позвоночник в общем-то яг остался на месте потом как-то мне приходилось участвовать тоже в охоте на яка вот который выдержал 12 выстрелов добежал упал рухнул замертво перед стрелком наверное метров шесть оказалось вот ну и также патроне вот берем самое крупное наверное наше животное россии но лось но как тут изначально всегда еще лет 15-20 назад считалось но во всех книжках всегда пишут что лось как правило никогда не ложится на месте вот даже при самом тяжелом попадании он может пройти там от пяти там до бесконечности но как правило лось пробегает там что считалось бы это было общепринято там 30-40 метров это нормально если зверь после попадания по месту проходил это расстояние я сам сколько стрелял у меня вот до метров 20-30 они совершали какое-то движение даже как-то однажды лось вот сердце было аорта перебито вот нога была одна тоже перебита и тем не менее вот он пробежал еще 40 метров после чего упал я был свидетелем я даже как-то рассказывали в предыдущих программах фотографии показывали в моих глазах вот таким вот патроном калибра 300 винмаг вот моему приятелю удалось добыть двух лосей в течение наверное трех минут трех минут вот и ни один из них не в состоянии было сделать даже от одного шага вот как вот вышел на нас первая лось мне стрелять было не с руки потому что товарищ находился в зоне обстрела стрелять ему было удобно вот после первого выстрела лось пятилетний пятилетний лось большие рога их можно будет в следующих программах показать это трофеи хранится у меня дома вот лег тут же пока я его по рации поздравлял вот просто даже подняв глаза вверх я смотрю на этом месте стоит второй лось и второй лось точно также упал как и первое есть у нас фотография вот что делает собственно калибр 300 винчестер магнум ну с таким калибром можно спокойно садиться и на лабаз караулить медведя в общем достаточно такой вот универсальный патрон на мой взгляд хотя бывало охотники начнут спорить и 306 и 308 и 300 винчестер магнум ну большая 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 линейка какому калибру какому патрону конечно это остается дело за вами это ваш выбор ну какой прицел вопрос уже были какие прицелы используют ну давайте сразу посмотрим понимать на что охотник поставил вот на этот карабин вот если посмотреть прицел от фирмы swarovski как их можно всегда увидеть он узнаваемый вот такой вот из серебра изготавливается такой вот орел если вот видели такой орел с левой стороны как правило стоит то это производитель swarovski прицел достаточно светлый входная линза имеет диаметр 51 миллиметр что конечно очень хорошо использовать его при стрельбе в сумерках на большие дистанции прицел достаточно обладает большой просветленностью прицел не самый сложный как мы видим по наличию двух маховиков что прицел без подсветки вот в темное время суток конечно но у владельца этого карабина не один прицел ночного видения потом последние четыре года он использует тепловизоры поэтому у него в этом нет необходимости иметь здесь подсветку давайте посмотрим какова же кратность этого прицела кратность его составляет два с половиной два с половиной десять ну в общем то позволяет использовать прицел как и на загонах охота где большой кратности не требует ну также произвести выстрел на достаточно большую дистанцию ну даже 10 может быть и многовато но хотя в принципе в принципе можно даже стрелять с таким прицелом произвести охоту на сурка только что конечно крупноват несколько калибра но такой достаточно краткий у нас обзор получился первого из представителей семейства бар карабинов дальше мы продолжим эти съемки следующих выпусках мы поговорим о бар приме вот а современных сейчас уже достаточно давно вышла новая линейка этой браунинг и шорт трек все это мы вам покажем и расскажем ну вот опять еще взгляд упал на рогах у нас на этих они где-то у нас уже фигурили в каких программах лежат патроны сейчас как-то я вспомнил откуда эти рога собственно появились и как рождаются охотничьи традиции говорят что вот охотники вот они и врут и проявили еще было дело в сузовском хозяйстве стояли мы на тяге местность такая была заболочена хорошая весна еще светило солнце мы приехали нас расставили ну и со мной недалеко от меня стоял метрах наверно в двадцати мой хороший товарищ который в общем только-только начинал охотничий путь и он как раз за год перед этим женился ну не сказать чтобы был такой ревнивец он говорил что вообще не ревнует но элемент ревности присутствовал что собственно и служило поводом для насмешек ну стоим стоим еще и явно что до начала тяги там у нас есть минут может быть 40 может даже больше слышу зовет слышу зовет кричит владимыч я рог нашел рога такие замечательные лежат вот но мне как-то захотелось заполучить этот рог я говорю дорогой мой ты надеюсь ты его не успел его руками потрогать нет а что разве нельзя ну как существует такая примета если охотник дотронулся дорогу то вот именно в этот момент ему жена изменяет вот а он видимо схватил уже эти рога потому что смотрю рога эти полетели черт знает куда я их только чуть-чуть коснулся ну естественно выяснив куда он эти куда он этот рог выбросил подобрал его забрал себе ходил 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 второго не нашел потому что как правило редко находишь оба сброшенных рога вот так вот у нас вот эти рога стали участником участником наших охотничьих выпусков на сегодня все оставайтесь с нами смотрите наши передачи на канале разговор об охоте и не только всем ни пух ни пера а